Всем привет, меня зовут Макс Брандт, меня зовут Костя Павлов. Мы находимся в кинотентре ПИК и только что посмотрели фильм Тихоокеанский рубеж. Сразу скажу, вы уже знаете, наверное, из наших обзоров, что мне фантастика нравится в меньшей степени, но тут было больше положительных моментов для меня, чем отрицательных. Конечно, при всем при этом... Здрасте. Здрасте. Хоть при этом фильм на один раз, я его не запомню, что было конкретно в Обливионе, в Война Миров Зет, в Трансформерах. Я помню, примерно прошло там, ну вот, два с половиной часа, я даже не перескажу там в трех минутах, потому что, ну, просто фантастика какие-то, боевые действия огромных масштабов, роботы, люди бесполезные, беспомощные и ничтожные. Ну, все, наверное, потому, что сюжета, как такового, в фильме особо не было. То есть, ну, во-первых, он очень предсказуемый, прям вот крайне предсказуемый. От начала до конца, в общем-то, я уже знал, что будет, так оно и было. Вот, это без спойлеров. Но именно масштабные вот эти бои, вот эти действия, это, наверное, самое шикарное, что есть в этом фильме. Если вы за экшен, за вот это вот все, что я сейчас перечислил, то обязательно идти на этот фильм. И после этого, на самом деле, очень интересно посмотреть, как делался фильм. То есть, что было настоящей декорацией, что было компьютерной графикой, потому что вот реально некоторые просто масштабные вещи. Я не понимал, когда там нарисован. Нет. Я полагаю, там большинство компьютеров. Большинство, но все равно, и вот какие-то по-любому там есть, вот видите, вот так, огромный бункер, может быть, там что-то есть и живое. То есть, было бы интересно посмотреть. И услышать кого-то, может быть, кто обозревает эту тему в плане техники создания фильмов, я бы посмотрел. На самом деле, пишите в комментариях, может, кто этим занимается. В общем-то, как по мне, так шикарная фантастика, без какого-либо намека на сюжет, вот. На самом деле, этот фильм, если смотреть, хотя не обязательно далеко, нужно смотреть именно в кинотеатре, потому что дома, ну, не так, даже на огромном экране. Да, да, да. И еще лучше в 3D. Вот я первый раз пожалел, что без 3D, мне кажется. Мне кажется, это круче было бы в 3D. Было бы круче, да, но, в общем, если вам нравится фантастика, смотрите, если мне нравится, может смотреть, может и нет. То есть, совсем плохого я сказать даже не могу. Я тоже. Так что, давай по оценочкам. Ну, 8 тут. Блин, опять, я тоже 8 баллов. Ну, серьезно, с 10 восьмерочку спокойно можно ставить. Да. То есть, ни много, ни мало. Спасибо, Кинцентру Пик, в котором мы смотрим каждую неделю прямо новейшие фильмы. Спасибо, Эмфлогерс, которые договорились с ним, чтобы мы посмотрели новейшие фильмы. Спасибо нам, что мы смотрим новейшие фильмы каждую неделю. Всем пока и лайки ждем. Такие вот.